Иван Запалов катает на велосипеде уже более трех лет. Юноша очень привлекает такой спорт. На скейт-площадке Иван виртуозно выполняет многие трюки и участвует во всех соревнованиях. В прошлый раз я волновался в этот как-то поспокойней. Ну не знаю, тогда было первый раз, типа там людей много, публика, все вот это непривычно. А сейчас типа как-то, не знаю, поспокойней себя веду, типа не стесняюсь, не плохо. Самый юный участник – Давид Карепанов, ему всего 10. Мальчик катается на самокате. Впрочем, иногда одалживает у друзей велосипед и намерен уже на следующих соревнованиях выступить в двух дисциплинах. Я в этом году его хочу себе приобрести и подучиться еще трюкам и участвовать уже на БМХ и на самокате. Юная самокатистка и единственная девочка, участвующая в соревнованиях – Елизавета Хабарова. Трюкам на самокате девочка училась сама, иногда помогали ребята. Сегодня Лиза выложилась, что говорится, по полной. Я выполняла бар на вип. Я прокручиваю эти роли. Брай. Хочу сделать его очень сильно, все почти умеют. Киклис тоже. Большие любительские соревнования проходили в трех дисциплинах. Так бронзу завоевали Александр Иванов, Елизавета Хабарова и Денис Битюков. Серебро у Данила Енютина, Константина Чупова и Павла Томилова. Золото взяли Иван Запалов, Геннадий Иняхин и Эльдар Матафанов. Мероприятие, по идее, для себя делалось больше. Давно хотел это сделать. Дисциплины было три – скейтбордисты, самокатеры и велосипедисты на БМХ. Критерии оценки – стиль, амплитуда выполнения трюков, там высота, ну и сложность, естественно. То есть в основном для организации я сейчас максимально скейтбордистов, велосипедистов сделал так, чтобы судейство скинуть и уже по трюкам смотреть. А у самокатчиков Андрей, он судил уже прям конкретно по пунктам, сложную работу, так сказать, выполнял. Призы лучшим скейтерам и самокатерам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Вообще место, скейт-парк в парке Юбилейный – это такое центр притяжения молодежи. Когда бы не проезжал вот здесь мимо, всегда здесь очень много молодых людей. Занимаются на велосипедах, самокатах, скейтах. И сегодня Федерация скейтбординга провела соревнования. Наградили всех победителей, ребята все довольны. Это хорошо, что они не где-то болтаются по городу, проводят время здесь, в скейт-парке.